всем привет вы на канале крипто комманс ну что я вас всех поздравляю посмотрите бедао отбился точно от 0 5 фибы и я писал вчера в телеграме что я запрыгиваю во вторую волну напишите в комментариях находитесь ли вы сейчас в трейде по бедао смотрится он отлично собственно всем респект кто в ракете я собственно кс-то отбил призы новогодние которые мы раздали на крипто гоне да кстати у нас же еще осталось несколько призов криптовалютах поэтому если вы хотите участвовать в розыгрыше то вы пишите хотя бы свои крипто кошельки и монеты в которых высылать призы а то непонятно же как поэтому давайте сделаем так давайте сделаем хэштег хочу приз и вы короче пишите хэштег хочу приз пишите свой комментарий желательно какой-нибудь развернутый а не просто хочу приз и номер кошелька номер кошелька и очень важно ребята сеть сеть на какой потому что вы иногда присылаете номера кошельков которые выглядят как эфирные до которые начинаются на zero x но это могут быть и binance smart chain и полигон вы все знаете ребят а если не знаете то тем более друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк присоединяйтесь к нашей семье потому что смотрите мы уперлись ребята на этом медвежьем рынке и на флете мы уперлись в девяносто четыре тысячи подписчиков и встретили здесь сопротивление то есть за последние месяцы у нас как вы видите замедлился рост но я ребята абсолютно побычи настроен на эту фигуру посмотрите как у нас здесь вырисовывается восходящий треугольник с поджимом и это просто пробивается наверх и сто тысяч там даже нет сопротивления поэтому ребята ставьте лайк обязательно и подписывайтесь если вы еще не с нами вот принципе чё вот coin market cap рисует новогодние настроения все начинает отскакивать то о чем мы с вами и говорили посмотрите биток и эфир потихонечку начинают следовать примеру старых крепких альткоинов таких как дэш и лайткоин которые уже отскочили посмотрите что вообще происходит сейчас по лайткоину я вам давал сигнал по trdr как настроить если вы не видели как настроить trdr на стриме вот на этом стриме я об этом говорил сейчас появится сверху посмотрите это просто бомба вот он дал сигнал того что это дно по ордер буку как вы можете видеть очень сильные заявки и плиты удерживали цену и мы полетели наверх теперь ждем обратный разворотный сигнал он тоже будет вот здесь появляется уже ордер но пока еще он слабый даже вот такой плотности нет короче смотрим ждем тема очень крутая trdr просто разрыв башки а биткойн что у нас биткойн смотрите биткойн то у нас вообще еще даже ничего не показал толком в отличие от битдау и прочих смотрите вот у нас биткойн да он не упал так сильно как фондовый рынок выпался последнее время он держит уровень да у нас есть некие повышающиеся минимумы и на 30 минутки посмотрите мы развернулись в бычью сторону здесь и начинаем отбиваться от сетки my ribbon как от поддержки что нам важно теперь видеть ребята чтобы на часе на часе мы уже тоже это сделали отдаляемся на 4 часа вот на 4 часах сейчас очень важный момент по биткойну как вот здесь было помните мы сейчас пробиваем четырехчасовую сетку и my ribbon если мы закрепляемся успешно на дней и тестируем ее как поддержку типа как было вот здесь то мы соответственно подтверждаем что это как минимум локальный uptrend до тех пор пока мы снова не перевернемся как было здесь вот поэтому смотрим на это и конечно же на дневную сетку и my ribbon потому что если дневная сетка развернется то друзья последний раз у нас это было вот здесь но это был файкаут когда биткойн стоил 40 тысяч а так понимаете обычно это предыдущие разы когда это было это стоило того поэтому сейчас очень-очень друзья интересный момент не забывайте о том что здесь гигантская бычья дивергенция на недельках и по smp 500 первая за 6 лет гигантской бычьей дивергенции что в принципе является очень редким и серьезным бычьим знаком вот ну и на оригинальном сайфере конечно же у нас нету желтых точек к сожалению но посмотрите какой он красивый ребята если вы хотите оригинальный маркет сайфер последний день сегодня заканчиваются новогодние скидки посмотрите 75 процентов скидка 750 бачей всего вместо трех тысяч я вас не уговариваю это не реклама я просто говорю что я сам сделал мне написали много комментариев что типа это реклама и ты гонишь ты сам не купил вот показываю скрин транзакции патрон скану вот такая точная сумма мне битпэй высчитал что это типа 700 баксов она еще долго висела час и мне не могли подтвердить в итоге на следующее утро только мне подтвердили пришел сайфер просто если вы реально хотите сэкономить 2250 долларов то действуйте прямо сейчас а так чем он отличается да блин тем же желтых точек нету поэтому я требую криптофейса сюда в студию чуваки давайте замутим флешмоб реально если вы смотрите криптофейса пишите ему в комментах активно типа криптофейс тащи свою задницу грине на крипто комманс только на английском желательно вот потому что что то он пропал с радаров видимо обиделся на то что я использовал vmc сайфер я ему еще писал чувак почему у вас нету желтых точек вот давайте зададим ему этот вопрос чтобы не пришлось перекрашивать их самим теперь супер быстрый краткий экскурс для тех кто думает что желтые точки отстой внимание smp 500 недельный таймфрейм единственная желтая точка на оригинальном сайфере она выглядит как зеленая где мы на абсолютном дне рынка еще один пример золото месячный таймфрейм единственная желтая точка за последние 100 лет практически где мы на абсолютном дне рынка на оригинальном сайфере она зеленая вот и все поэтому я вам говорю что желтые точки на макро таймфрейме это супер сильный индикатор поэтому если вы не в курсе про VMC Cypher и про Market Cypher, посмотрите обзор, который сейчас появится у вас сверху. Это очень полезная тема. Вот. Ну и какие у меня локальные мысли, друзья, что надо, конечно же, надо, конечно же, локально закрываться в какой-то момент, но не забывать о том, что мы еще даже расти не начинали. То есть вот BitDAO. Вроде бы, да, смотрите, мы сходили, 3 тестили FIBO, пошли наверх. Но сейчас, как только мы опять начнем вот это вот, или резкую шпильку, и вот это вот, я буду крыть опять часть позиций, потому что я среднюю-то уже сместил. У меня цена входа была, если вы помните, вот здесь на донышке. Все спрашивают, гриня, как ты дорогуешь всю медвежку в плюс? У меня цена входа вот здесь, но потом я сместил ее вот сюда. А сейчас она смещена уже даже вот сюда, потому что я по тренду догрузился, поэтому я буду разгружаться, чего я вам советую делать. Вот прямо сейчас возьму и 10% от позиции нажму разгрузить. Опа, и забрал часть прибыли. И это нужно делать по-любому, иначе это не трейдинг, а слив бабла просто. Вот. По остальным позициям, что, все пока только-только начинает шевелиться, я поэтому ничего не говорю. Планы не меняются, вы все знаете, если на меня смотрите, ребята. Поэтому обязательно проверьте, что вы подписаны на канал и к нам в Телеграм. Ну, на Битгете для Диверса еще у меня есть из старичков Биткэша и Лайт, потому что сейчас мы видим силу реально в старых альтах, как я вам уже показал. Посмотрите вон Лайт, как неплохо отпрыгивает. То, о чем мы с вами и говорили. И дураки ржут, а умные понимают, что мы видели это накопление два, уже почти три года. И по Лайту, и по Дэшу, и по Доджу мы видели это накопление до того, как он выстрелил. Вот посмотрите, чуваки. Да, на Битгете что еще круто, что без KYC и без ограниченных территорий можете торговать, так что ссылочка на Битгет тоже есть в описании, друзья. Вот посмотрите сами на Лайткоин к Биткоину. И обратите внимание, вот я уберу сейчас все, что я тут рисовал. Посмотрите на Лайткоин к Биткоину, ведь на самом деле очень важно смотреть на альткоин к Биткоину, раз уж вы зашли в Биткоин и в крипторынок, должны понимать. Но это как евро, вы смотрите к доллару, если вы зашли в валютный рынок, а не к гречке, правильно? Поэтому точно так же здесь Биткоин это ваш криптодоллар в этом плане. И посмотрите, какой у нас тут гигантский бычий дивер, гигантское накопление и желтая точка на недельке. Это надо воспринимать очень серьезно, друзья, потому что это все является супер бычим знаком, который пробивается наверх. И посмотрите прямо сейчас, что делает Лайткоин к Биткоину. Пробивается наверх. Сетка EMA Ribbon разворачивается в бычью сторону и Лайт ее сейчас удерживает, как поддержку. Здесь не было разворота сетки EMA Ribbon, это был ложный отскок. Вот здесь был разворот сетки EMA Ribbon, это был ложный отскок внутри медвежьего тренда. Но сейчас, ребята, когда мы настолько перепроданы, это больше напоминает вот этот разворот. Здесь, конечно, не было такого долгого накопления, здесь был более молодой рынок, сейчас он более зрелый. Поэтому тут, как бы, друзья, просто вы видите поведение Лайткоина и его стандартная вот такая палка на 10 иксов, ну или там даже если на 5 иксов, с учетом уменьшения волатильности, все равно вполне себе разумный прогноз, потому что, напоминаю вам про Dash BTC. Вот, Dash BTC, во-первых, нормальный график только полоникс, потому что он только с биржи полоникс, потому что там есть вся дата неискаженная, потому что он не ходил никуда там ни на какие там 100 битков, как на Binance и так далее, этого не было. Его тогда вообще на Binance еще не было и Binance тогда еще не было. Смотрите, короче, по Dash вот здесь была желтая точка, вы помните, об этом был вирусный видос у меня на канале, набрал кучу просмотров. Так вот, суть в том, что, обратите внимание, обратите внимание, ниже, сильно ниже этого уровня, как вы можете видеть, мы не упали. Да, мы чуть-чуть закололи ниже, сейчас вот вернулись как раз на его ретест, и сетка сжата сейчас так, как никогда. О чем это нам говорят? Вот это все было два года накопления. Смотрите, вот, раз год, два год. Это было два года накопления. Это абсолютно нормальная практика. Поэтому этот сигнал все еще остается валидным. И по Dash потенциал гораздо больше, чем по лайткоину лично я вижу, и по любой другой монете. Только даже исходя из его коррекционного потенциала, понимаете? Вот. Его коррекционный потенциал к биткоину, при том, что монет Dash, в отличие от кучи других криптопроектов, у которых даже своих блокчейнов нету. Я вам сейчас реальные факты говорю. Монет Dash вот с этого момента, вот по этот, сильно больше не стало. Давайте проверим. Сейчас 11 миллионов монет в обращении. Давайте посмотрим снапшот. 31 декабря 2017 года монет Dash было в обращении без малого 8 миллионов. 7 миллионов 786 тысяч. А сейчас их 11 миллионов. То есть эмиссия Dash выросла менее чем в два раза. Короче, Dash в рамках технического отскока может выдать, на мой взгляд, от 10 до 30 иксов примерно. Это вот эта вот зона фиба. Это только даже в рамках медвежьего тренда, если вы не верите в Dash. Вот и все. А в рамках бычьего тренда он может и all-time high свой переписать и дороже битка стоит. Я все еще в это верю и надеюсь, что вы тоже. Zcash кто-то просил глянуть, кстати. Вот пользуюсь случаем. Посмотрите, какую рисует интересную историю к доллару Zcash. Zcash рисует flat на самом деле к доллару, что очень хорошо. Посмотрите, он даже не переписывает свои лаи 2019 года. А Zcash BTC тоже надо полоник смотреть, кстати. Тоже там вся история. Вот как настоящий Zcash начинался. Вы в курсе вообще? Zcash начинался вот так вот. Я поэтому его и недолюбливаю. Zcash, друзья, я это помню, я его торговал. Стоил в начале... Не, ну не тысячу биткоинов, конечно, это что-то они прикололись. Ну в начале, да, он просто ничего не стоил. Короче, в начале он стоил, точнее, всю свою капитализацию. Вы знаете, что Zcash, когда запустили, их было всего монет 0. А капитализация уже была. И потом началось. Пошла одна монета, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 100, 200. А капитализация все примерно одна. Вот вам и Zcash, который нарисовал вот такую вот историю подводную, понимаете? Вот что. Поэтому, блин, очень я люблю Zcash, но если посмотреть локально, что с ним происходит к биткоину, давайте глянем. Опять же, к битку важно понимать хотя бы дневку. Да блин, стоит он вот этот треугольник, что мы рисовали когда-то давно. Видимо, он пробился вниз на самом деле. И это не очень хорошо для Zcash. И на самом деле к нему нет сейчас такого. Даже к Dash, видите, нету нифига как бы интереса. Retail сейчас нету. Хайпа нету на них. И здесь тоже мы этого не видим. Но с другой стороны, это может быть и лучшее время покупать, если вы верите в Zcash, как в анонимную монету, как и манера там. И Dash, кстати, не очень подходит под эту категорию. Он не особо анонимный. То почему бы и нет, можете покупать Zcash. Вот вам трехдневная желтая точка. Вот здесь мы сильно ниже не ушли. И уровни хорошие. Почему бы и нет? Он может отстрельнуть-то прилично, на мой взгляд. Тонкоин, кстати, смотрите, у меня тут открыт. Короче, нам надо провести лайвстримчик будет. Поставьте лайк, если вы за лайвстримчик, чтобы мы посмотрели щитки. Вот Тонкоин я бы пока осторожней с Тонкоинами, друзья, потому что Telegram телеграммом, реальную цену мы пока не знаем. Дна медвежьего рынка мы по ней не видели. И извините меня, 180% годовых на Байбите. Ну что-то, что-то здесь не так это называется. Я думаю, что вероятнее, что он сложится больше, чем на эту сумму. Вот. Лучше вон что покупать. Касту пока дешевая. На нее 4% эпивайс. Сразу видно, что лонг. Когда вот такие эпивайс, сразу понятно, что шорт. Вот. Но я не призываю шортить Тонкоин, но как минимум не лонговать. Касту надо скупать, потому что она стоит сейчас как для инвесторов. Вообще без ценок. Вам считаете, дают сейчас цену, такую же, как BitBoy, Крипто там, и всем остальным. Не тупите. А МИ не уверен, что сейчас надо скупать. Думаю, что надо чуть подождать. Но в перспективе МИ тоже надо будет скупать. Давайте посмотрим-ка. МИ. Да, вот он падает. Я буду его скупать, но я вам скажу, как я буду его скупать. Я буду его скупать ниже цента. В идеале по полцента, потому что это была, по-моему, инвесторская цена, если я ничего не путаю. Вот. Но тем не менее, проект хороший, очень интересный. Ссылка на BitBoy в описании, ребята. Там все эти токены и коины есть. Но делайте свой ресерч, делайте свое исследование, потому что все относительно. Ох, XRP, ни хрена себе. Блин, я по вам соскучился, ребят. Реально, пампите лайки. Если мы соберем хотя бы тысячу лайков под этим видео, то я сделаю лайвстрим, и мы посмотрим все щиткоины, которые только вы попросите. И в хвост и в гриву разберем, как говорится, что там происходит. Чио сколько мы не видели, да? Вообще соскучились вы по этому всему? Скажите мне, вы понимаете, что сейчас начнется бычий рынок и крышесносные иксы, и всем просто снесет башню. Снова всем снесет башню. XRP. Вчера был сквиз. Хороший, кстати, сквиз. Мне понравилось. Кто-то у нас в телеграм-чате этот кинул скрин, и говорят, ну все, типа, заходной в шорт, а ему отвечают, не, чувак. Побрели лонги, сходили за стопами, и реально, посмотрите, сквиз, отбились, сетка, все как по учебнику. Ребята, причем не вот так, а здесь прям красиво, выбили стопы и полетели. Поэтому, походу, все-таки Тузамун в приоритете, друзья мои. На этом это видео, надеюсь, что вам было полезно чем-то, заканчивается. Всем хороших праздников, Тузамуну в хату, и подписывайтесь на все наши ресурсы, пампите лайки, ставьте тейки, стопы, и всем профитролей, пока. Субтитры сделал DimaTorzok